Рис. Польза и вред для здоровья. Рис прочно вошел в наш обиход и используется во многих блюдах. Чем он полезен, кому стоит обратить внимание на эту крупу, а для кого она под запретом. Басмати и жасмин, белый и коричневый, длиннозерный и круглозерный, магазины предлагают нам широкий ассортимент риса, в многообразии которого легко растеряться. Какой сорт лучше подойдет для каши, а какой стоит оставить для плова. Чем отличается рис для суши. А главное, какой рис самый полезный. Мы привыкли считать эту крупу ценным источником сложных углеводов, но так ли она полезна на самом деле. Всем ли рекомендован рис? Все чаще говорят, что он имеет высокий гликемический индекс и стоит сократить его потребление. Чтобы разобраться во всех этих вопросах, мы обратились к гастроэнтерологам, диетологам и нутрицеологам. История появления риса в питании. Рис имеет тысячелетнюю историю. Его родина – страны Юго-Восточной Азии. Считается, что он произошел от дикой травы, растущую под ножей восточных Гималаев и в окрестностях рек Иравадии и Меконг. По другой версии, он распространился из южной части Индии на север страны и дальше в Китай. Древнейшие следы возделывания риса датируются серединой пятого тысячелетия до нашей эры. Таиланд. Постепенно он распространился по всему Индокитаю, Юго-Восточной и Восточной Азии и стал там доминирующей сельскохозяйственной культурой. В Среднюю Азию и Европу рис попал во время походов Александра Македонского. Впрочем, его широкому распространению способствовали также арабские путешественники. Они завезли злаки в Египет, Марокко и далее в Европу. Уже оттуда в эпоху великих географических открытий рис попал в новый свет. В России его начали культивировать в начале XVIII века. Рис стал одним из главных продуктов для многих народов. Например, в Индии он занимает четверть всех посевных площадей. Эту крупу часто используют и во многих обрядах и ритуальных блюдах, например, кутье и сочеве. Калорийность на 100 грамм необработанной крупы – 303 ккал. Калорийность на 100 грамм отварной крупы – 116 ккал. Польза риса Рис – источник сложных углеводов, важных аминокислот, витаминов и микроэлементов. В нем содержатся витамины группы В, В1, В2, В3 и В6, влияющие на нервную систему. Также в рисе есть витамины РР, Е-каротин, фосфор, калий, железо, цинк, кальций, марганец, медь, селен и йод. Рис легко усваивается, в нем меньше насыщенных жиров по сравнению с другими продуктами. Следовательно, это полезно для здоровья сердца, рассказывает врач-гастроэнтеролог, диетолог Алексей Цейс. Также рис имеет длинную цепочку сложных углеводов, на расщепление которых требуется некоторое время. Таким образом, при его употреблении вы сохраняете чувство насыщения на более длительное время. Рис идеально подходит для людей с непереносимостью глютена. Аллергии на этот продукт практически не встречается. Рис, а именно жидкие каши на его основе или рисовую воду рекомендуют употреблять при гастрите. По мнению Ольги Аришевой, такое питание поможет снизить кислотность желудка. Если вы выбираете рис, чтобы сбросить вес, присмотритесь к коричневому рису. По мнению диетологов, коричневый рис – отличный источник клетчатки, которая помогает улучшить здоровье кишечника и ускорить обмен веществ. Белый рис в процессе очистки от внешних оболочек теряет часть клетчатки, поэтому его рекомендуют сочетать с овощами, зеленью и белковой пищей. По мнению диетологов и нутрицеиологов, белки и клетчатка из овощей замедляют всасывание углеводов, что делает белый рис таким же полезным, как и бурый. Вред риса. Несмотря на все достоинства риса, некоторым стоит снизить количество этой крупы, употребляемой в пищу, или вовсе воздержаться. Рис, особенно его белые сорта, обладает высоким гликемическим индексом и быстро повышает уровень глюкозы в крови. Людям с сахарным диабетом белый рис противопоказан. На это обращает внимание Елена Евдокимова. Кому еще не стоит употреблять в пищу много риса. Рис не рекомендуется тем, кто склонен к запорам, так как он обладает сильным закрепительным эффектом. Применение риса в кулинарии. Рис используется при приготовлении многих блюд. Каша, гарнир, плов, паэлья, ризотто, суши и роллы. Он прекрасно сочетается с мясом, рыбой и овощами.